Хотим предупредить при покупке, чтобы были внимательны, чтобы дети не покупали. И специализированные магазины есть для этих. Три магазина по всему городу, чтобы покупали оттуда. Там продавцы, консультанты объясняют, как пользоваться, как безопасно соблюдать. Масштабный рейд вчера полицейские проводили на центральном рынке, где было выявлено три факта незаконной продажи пиротехники. В ходе рейда стражи порядка обнаружили целый контейнер с этим запрещенным товаром, из которого изъяли более тысячи штук фейерверков, салютов и петард. Сегодня подобный рейд был организован на рынке Алтай. Сами актюбинцы считают, что обойтись без бомбочек и фейерверков вполне можно. Ненужная речь, просто я думаю. Можно веселиться по-другому. Вот вспомните, наше детство пионерия там и все. Находили же какие-то способы веселиться без этой всякой пиротехники. И нормально все было, и выросли нормальными людьми. Нужно соблюдать правила техники безопасности. По-моему, об этом не раз говорили и по телевидению, и в газетах писали. Мы маленькие были взрываем, сейчас не взрываем. Борьба с незаконной реализацией пиротехники в актюбе ведется уже много лет. При этом остается только удивляться тому, как крупные партии запрещенных средств китайского производства, зачастую с липовыми сертификатами, попадают в страну через таможню. Алиса Маринец, Александр Людиновский, программа «Пакт».